Приветствую вас, аноним! Я думаю, что мужчина, про которого вы говорите, действительно очень не уверен в себе. Но я думаю, что его неуверенность в себе делает невозможным дружеское общение с ним. Потому что если человек в себе не уверен, значит он себя ограничивает. Если человек себя ограничивает, то остаются нереализованными его некоторые желания. Если они остаются нереализованными, то в случае скажем так появление гипотетической возможности их удовлетворить, а человек с высокой долей вероятности будет делать шаги именно по направлению к этому. возможности удовлетворить своей добротности. Это не хорошо и не плохо, это просто как данность. И то есть вы описываете его поведение, поведение мужчины, косвенно подтверждают, что у него к вам была определенная симпатия, у него к вам был определенный интерес, и мне кажется, что этот интерес совсем совсем не как к другу. То есть вот у вас к нему интерес как к другу, а у него к вам нет такого интереса, иначе бы он не избегал. То есть мужчины избегают женщин тогда и только тогда, когда они в общем-то не могут относиться к ним свободно, не могут относиться к ним спокойно, да. Мужчины избегают женщин тогда, когда они для них представляют слишком большую ценность. Слишком большую ценность. Вот. Так что я боюсь, что ваша надежда на то, что человек сможет с вами дружить, обречена на провал. Вот. Потому что он дружит, судя по тому, что вы пишите, а он дружить не способен. К сожалению. К сожалению. Вот. Опять же, это нехорошо. И неплохо, да. это просто вот данность такая. Вот. Это просто данность. что касается того, как человека вытащить 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 на общение. Вот. Я боюсь, что он никак. так. Потому что вы бравы, у вас нет возможности как-то на него повлиять. у вас нет возможности значит с ним общаться на постоянной основе. А человек, он достаточно не уверен в себе. И общение выстраивать крайне робко. Поэтому все, что вы можете сделать это писать ему периодически что-то. если он вас действительно интересует. Вот. Делиться с ним тем, что вам интересно, тем, что вас привлекает, тем, что ну, тем, что вам хочется, в общем говоря, в общем говоря. Тем, что вам интересно. Делиться с ним этим. И может быть может быть со временем у вас получится человека как-то расслабить и расположить его к себе. Вот. Но на это особо не я бы не стал рассчитывать. По крайней мере в краткосрочной перспективе. перспективе. Вот. Самое то очевидно, что нужно много времени для того, чтобы он раскрылся. Вот. Готовы ли вы вкладывать что-то что-то. Это уже вам решат. Если готовы, то можно попробовать. Если не готовы, то наверное лучше не стоит. ничего хорошего из этого не выйти. Для вас, по крайней мере. Такая вот история. я надеюсь, что это было для вас полезным. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Хоть немножко. Если он понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.